Ну, немножко предыстория, да. Все началось, конечно, с самого общества поощрения художеств, в котором находится сейчас Союз художников. Так уж получилось, вольным судеб, что я там оказалась, и в нашем пространстве небольшой балерине, где мы организовывали выставки, находилась под квартирой Рейха. Ну и, собственно говоря, так сам Паулу, день рождения было 9-го числа у Рейха, и как-то так символично мы открываем новое пространство выставочное. Публично для людей. Мы, конечно, здесь уже в этом пространстве ведем какую-то деятельность, но вот публично мы решили сейчас для широкой публики открыть, потому что основная деятельность в нашей – это собирательство, коллекция, работа с коллекционерами, делаем аукционы. Но как зародилось общество поощрения художеств, это, конечно, с подачи, мне кажется, того, что мы находились под квартирой Рейха, и, конечно, нас захватил такой эгрегор мощный, культурный, вот, и все это произошло в 2017 году, когда был еще жив Хальберт Серафимович Аркин. Вот, и как-то на встрече мы говорим, послушайте, у нас тут такая история, такая культура, что неплохо бы возвратить нам такое звучное название, тем более на здании, на императорское общество, поощрение художеств, может быть, все-таки мы как-то сорганизуемся, с меценатами как-то договоримся, что возродим такое явление, да, которое присуществовало, собственно говоря, сто лет. Можете представить, сколько всего хорошего они успели сделать. Все большие художники, Бурелов, Иванов, да, ездили и создавали свои великие произведения на деньги общества поощрения, по сути, общество поощрения задавало тон всей художественной жизни, вот. И Арберт Серафимович, в общем-то, так с легкой руки сказал, а давай, почему бы нет, вот. Ну, так сложилось, да, что мы отдали в регистрацию наш фонд, Арберт Серафимович скончался в январе, а фонд нам зарегистрировали 20 февраля, ну, то есть, как-то вот, и вот долгий период времени такое было сомнение, потому что это была личная договоренность вроде бы как с председателем Союза художников, и непонятна правопреемственность Союза художников, но потом как-то вот меня отпустила эта ситуация, что я поняла, что раз уж он создан, то надо, собственно, и работать в этом направлении, потому что, конечно, с новым руководством как-то у нас не было контакта в этом плане, ну, и не особо заинтересованы. И все-таки у своих художников свои задачи, это сообщество художников, да, которые преследуют какие-то свои цели, да, там, распределение мастерских, проведение выставок, а вот по сути, что такое общество поощрение художников, это как раз мы за основу взяли в кустах 1833 года. Мы буквально просто переработали в современный язык все цели, все задачи, вот, и, ну, собственно, мы исследуем. Мы делаем такие культурно-выставочные проекты, мы делаем выставки, проводим аукционы, вот, создаем коллекции. Я бы, конечно, хотела, вот если относительно истории общества, то мои коллеги поподробнее это все расскажут, вот. И сейчас Лена нам всех представит. Ну, в общем, надеюсь, что общими усилиями мы возразим это громкое имя. И, по сути, будем продолжать деятельность общества. Ну, это, в принципе, я так, коротенько все, что хотела сказать. Лена сейчас представит моих коллег, непосредственных участников нашего общества. Вот так вот. А новых проектах вы не хотите, пожалуйста, сказать? Да, о новых проектах, ну, вот, о том, что вот сейчас мы открываем выставку прекрасную. Там, это Ленинградская школа живописи, это тоже мои коллеги все подробно расскажут. Новый проект, ну, то, что мы сейчас годно работаем, вот, около года. Это, ну, возрождение народного искусства, потому что, ну, так как я много там изучаю историю, там, парарелик, про деятельность общества, и обратила внимание, что, непосредственно, общество почтения художеств очень много говорило про народное искусство. И мы его сейчас действительно буквально там просто изучаем сами, потому что и для меня, вот, как я и про образование, я не вникала в эту суть. А сейчас уже в течение года мы просто вникаем, пытаемся понять, что на сегодняшний день осталось. То есть мы взаимодействуем с разными институциями, с такими, как Школа, Высшая школа народных искусств, Ассоциация народных промыслов, и современные художники. Мы буквально взаимодействуем, изучаем и пробуем найти формат, как, в каком ракурсе это все представить, ну, не только как просто вот выставку, да. Хочется побольше про это поговорить, поэтому мы так вплотную работаем сейчас над масштабным системой. Ну, вот, это занимает основную вообще все, ну, конкретно мое и мои коллег, время. Да, спасибо большое. Говоря о современных проектах, да, невозможно понять их суть без отсылок к прошлому. Поэтому про историю, общество поочтения художеств, про то, какую роль она вообще сыграла в нашей отечественной культуре, расскажет Анна Владимировна Корнильева, член Союза художников России и преподаватель кафедры Леониде Французской художественной художественной академии «Мишельбинцы». Здравствуйте, уважаемые гости. Сегодня мы здесь собрались, безусловно, из любви к искусству и из интереса к искусству. И в данной галерее представлены множники имени Рады, заставлены. И, конечно, любое начинание – это обращение к истории, к нашему опыту предшественников, сохранение традиций и дальнейшее их развитие в нашей культуре. Поэтому сегодня я немножко отмечу самые главные веки в развитии общества поощрения художников, чтобы мы понимали, какие традиции мы дальше будем развивать на одноименной галерее общества поощрения художников, которые сегодня открываем. Итак, общество было организовано благодаря нескольким интересующимся специалистам разных областей, среди них было их художник-любителей. Это были Иван Алексеевич Гагарин, Александр Иванович Дмитриев-Мамонов и Пётр Алексеевич Кикин. Три человека, которые явно сошлись в интересах к искусству в 1820 году. В дальнейшем, до 1882 года, общество называлось «Общество поощрения художников». И здесь уже был принят, ну, не закон, это скорее такое правило было, которое разглашалось Николаем Первым как раз в 1833 году. Какова же деятельность этого общества? Первое – это содействовать успехам изящных искусств России и ободрять, поощрять дарование русских художников. То есть общество было направлено на то, чтобы оказывать поддержку, помощь посильному молодым талантливым художникам и тем людям, которые интересуются искусством. Многим из них не удавалось поступить, допустим, в высшее художественное учебное учреждение. И общество оказывало эту поддержку. Оно обеспечивало заказами, различные выполнения художественных работ, такие как иллюстрации к журналам, книгам, различные талантливы, выполнение копий из картин и многое другое. Но самое главное, что в общество входили люди, которые имели в дальнейшем возможность получать профессиональные художественные образования. Дальше, в 1924 году, с согласия Совета Академии Художеств, общество получило право выдавать медали за наилучшее выполнение работ. Таким образом, было заложено пенсионерство. И среди первых пенсионеров общества в поощрении художеств были братья Брюлова, Иванов и многие другие выдающиеся художники, которые связали свою судьбу с профессиональной художественной деятельностью. Но помимо этого, в обществе было много разных направлений деятельности. И первое из них – это образование и поддержка, скорее всего, рисовальной школы. Дело в том, что она существовала и до появления общества поощрения художеств. Но с момента перехода общества под покровительство императорской семьи, с пожелания к Ильине Марине Николаевне школа была принята в поддержку общества поощрения художеств и сыграла очень сильную роль развития нашей культуры в целом. Там учились многие художники, и впоследствии в общество стали входить и профессиональные художники-архитекторы, таким образом оказывали поддержку развитию этой школы. И в целом появилась возможность с инициативы одного из искусствоверов, который впоследствии стал секретарем общества поощрения художеств Дмитрий Васильевич Григорович, образовал музей, в котором собирались работы художников школы, а также вошла огромная коллекция дарованная Александру Второму, и коллекция русского фарфора императорского завода Мария Александровна. Впоследствии музей стал расширяться, получил название художественно-промышленного музея, и, конечно, послужил неким отражением приоритетов, интересов, культуры того времени. И, надо сказать, что музейная деятельность, которая развивалась в марках художественного общества, тоже повлияла позитивно на такие явления, как, например, создание школы в Центральном училище технического рисования в Баламуштинске. Сегодня мы можем наблюдать деятельность художественную, творческую, педагогическую в этом замечательном учреждении и выпускников, выдающихся в разных периодах. Поэтому здесь уже существует неприемственность разных поколений, и сегодня мы можем чувствовать эти корни, традиции, которые переходят в наши дни. И интересное также направление деятельности общества по общению художества было связано с изданием журнала «Русское сокровище» под редакцией Александра Витальевича Бенуа. С 1901 по 1904 год издавался журнал, и это тоже некая преемственность от общества мироискусства. То есть традиции продолжают жить. Сегодня, конечно, хотелось бы отметить, что помимо деятельности рисовальной школы, музея и издания журнала, в общество входили люди профессионального круга, а, соответственно, среди них могли быть и городские деятели, такие как Павел Китиков, Барон Штирец, тоже люди, которые вокруг себя создавали, объединяли многих людей приобщенных к искусству. То есть сегодня мы можем сказать, что общество сохраняло традиции, популяризировало русское искусство, находило новые имена, помогало вставать на путь творчества. И выдающиеся художники, такие как, допустим, Николай Бугай, Мак Шабан, тоже прошли через школу, рисунализм школы, классы общества поочтения художеств. Сегодня, когда мы обращаемся к их традициям, мы говорим о том, что Галилея, общество поочтения художеств, материрует себя как продолжение традиции нашей русской культуры, культурного наследия. В большинстве не только Ленинграда, Петербурга, но и России в целом, потому что я побеждена, что Галилея будет приглашать сотрудничества разных художников, разных регионов, и на волне интереса к нашим традициям, к нашей истории, культуре. Это будет очень интересный, насыщенный делал в будущем. Спасибо большое.